И сейчас мы готовимся к изданию книги Какой? Коэлит Экклезиаст Это издание, которое очень хорошее, большое А у нас будет издание тоже очень красивое, но маленькое Маленькое, но с интересными комментариями Итак, сегодня вторая глава Экклезиаста Хочу поблагодарить вас за то, что вы присоединяетесь ко всем нашим сетям И делитесь всеми уроками Уже 3850 подписчиков в телеграм-канале И отлично мы растем в ютюбе во всех наших социальных сетях Есть прямо рост, очень много людей интересуется Спасибо вам за это, что вы не просто смотрите уроки А еще и делитесь и поддерживаете деньгами Все деньги идут на распространение тоже Итак, сегодня глава вторая Книги Коэлит Экклезиаст Царь Саамон в конце жизни, он подвел итог Вообще, зачем все это, смысл, какой смысл И вот он говорит во второй главе, он говорит так Амарте, Анибалеби Сказал я в сердце своем Пойдем-ка, говорит, попробую я радость И посмотрю я на добро И в итоге говорит Но и это Эвель Но это счета, суета и пар Представляете Как же так, радость тоже Оказывается, да И дальше он продолжает Лис Хо Камарте Смехует Сказал я Это сумасшествие Безумен он Меолаль А радость я сказал Что она, какая в ней прок Что она делает Значит, что это он имел ввиду Он имел ввиду следующую вещь Что человек, когда он смеется Радуется То есть есть радость Есть добро Есть смех Есть счастье Есть хорошее настроение Есть ликование Да Все это разные степени Позитивных эмоций И они все прекрасны Единственное В них есть недостаток Что они проходят И когда они проходят То человек оказывается Опять в той же ситуации В которой он был И А иногда в худшей ситуации Да Потому что Если Все же на контрасте познается И вот человек, например Принцесса на горошине И она там Получала огромное удовольствие От Всяких излишец Да Таких Изнеженная была Потом ей бах Горошина И она страдает Не может спать Человек, например Поел Поел он Очень чего-то вкусное Да Обрадовался Или там Достиг какую-то цель Достиг какую-то цель Значит все А потом-то у него Бах И Что-то не идет Ему еще сложнее Чем тому Которому Никогда не шло Тот Которому никогда не шло Ну Не было у него ничего хорошего В жизни Ну Нету Нету Что делать А тот Кому было хорошо А потом Стало нехорошо Он сильно страдает И вот это вот То, что царь Самон Сказал Что в этом Есть недостаток Вот этой вот Радости Семхи Потому что Она всегда смешана С горечью И со страхом потерять Уже в момент Когда ты смеешься Уже появляется Страх потерять Значит Начал я исследовать Дальше Пишет он В третьем отрывке И Попробовал я Выпивать Начал я Заливать Глаза Вино Думаю Ну а что Вино уже Классно И есть мясо Значит Вино Мясо Он заливал А сердце Говорит В это время Учил Атору То есть И думать о Торе В это время Заниматься Мудростью И держаться Одновременно Значит И за глупость И за И за мудрость И пить И в то же время Быть умным То есть Пытался он Исследовать Вот эти вот Разные измененные Состояния сознания Для того Чтобы посмотреть Что хорошо Человеку Под небесами Все дни жизни его Значит Он То что сейчас Очень модно Популярно Многие Исследуют Вот эти Аяхуяска Там Трава Разрешенная Во многих странах Курят Пьют В это самое Он тоже Все это попробовал Так здесь написано И Значит Что Что он Определил Что все это Пустое Да Почему пустое Есть очень Хорошая Вот прям Реально Для меня Лично Эта фраза Больше всего Описывает Действия алкоголя И Там Каких-то других Меняющих сознания Вещей Алкоголь Это радость Украдена У завтрашнего дня Вот Кто Пробовал Это Да Алкоголь Например Он знает Что ты Выпиваешь Тебе весело Но ты украл у себя Следующих Там Несколько часов Жизни И А если ты хорошо Радовался Прямо Конкретно То следующее утро Ты вообще у себя Украл Это известная Такая вот Последствия От алкоголя И наркотики Это еще больше Потому что Человек Который Под наркотиками Получает Какие-то Сверх Приятные Состояния И так далее То он Украдет у себя Жизнь То есть Это он Как бы Обналичивает Всю свою жизнь Все свое здоровье То есть Он приносит В жертву Вот этой вот Секундной радости Приносит Жертву Всю свою жизнь То есть Это Ну Это не умно Хорошо Царь сам Он попробовал Выпивать Сказал Что все это Сумасшествие И горечь Нет никакой Пользы от этого И решил он Заняться С четвертого Отрывка Накоплением Богатства Как есть В детстве Посмотрел Какой-то фильм И там была Такая песня Все ищут Ответа Где главный Идеал Пока ответа Нету Копите капитал И вот значит В четвертом Отрывке Царь Самон Он говорит Начал я тогда Увеличивать Свои дела Строил я дома Садил я виноградники Делал я Сады Парки Насаждал Значит Садил разные Красивые деревья Он же был Мудрейший из людей И он знал Где что посадить На какой земле Какое удобрение Капельное Там Тогда Ну то есть Он был Очень Мудрейший из людей То есть Все что он делал У него получалось И вот он Значит Сделал Потом Чтобы лучше росло Бассейны с водой Чтобы из них Поливать Все эти Свои растения Со всего мира К нему приезжали Ну это были чудеса Чудеса Которые он сделал Значит Дальше Что он сделал Дальше Что он сделал Такую вещь Интересную Значит Накупил Рабов Рабынь Значит Было у него Много домочадцев Были у него Огромные Стада То есть Он выращивал Там Быков Баранину И Было у меня Больше всего Чем было у всех Людей в Иерусалиме До меня Собрал я Очень много Серебра и золота Говорят Что были Улицы в Иерусалиме Их покрывали Серебряным Напылением Были серебряные Такие Плиты Там и так далее То есть Он сделал Невероятно Красивое Чтобы люди Со всего мира Ехали в Иерусалим Тратили деньги Построил Храм Первый Иерусалимский Храм Чудо света Дворец у него был Который был Невероятный Как Версаль Только 3000 лет И Значит Все это он Собрал Привез Разные сокровища Разные сокровища Из разных стран Привез Так Так Почему-то Остался Сбойный У меня Работать Интернет Я вызвал Мастера Уже На следующей Неделе Придет Мастер Но Он Выбивается Все время Интернет Так Секундочку Сейчас Я пойду в другое место Где у меня работает Мобильный интернет Чтобы Если будут Перерывы То Будет Мобильный Интернет И так Хорошо Друзья Все Извиняюсь За Сбои В связи Так Отлично И что Построил Ксаре Соломон Все Вот это Вот он Построил Все Он это Сделал Все Он это Сделан И Да И все Он это Сделал И что В общем Он делал Все Удовольствия Которые были У людей Все это Делал Все это Он делал И дальше Он пишет Свой вывод Как он пишет Вывод Значит Я Вырос И собрал От всего Что было Вот Все Что было В мире Я был Самый лучший Он был олигарх Номер один Самый богатый Человек в мире Я видел Какие-то Подсчеты Что у него По сегодняшним Деньгам Было Там Больше Чем 400 Миллиардов Долларов Как посчитали Я не знаю Но Считается Что он был Один из самых Богатых Людей За всю Историю И Значит Посмотрел Он Говорит Все Что Царь 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 Ничего От себя Не останавливался Все Что у меня Было Я не Останавливался В сердце Ни от Какой Радости Потому Что Сердце Мое Он Говорит Сердце Мое Было Радостно От Моего Труда Ки Либи Самех Микора Мали Что Сердце Мое Радовалось От Всего Моего Труда Ваях Алки Микора Мали И Это Была Доля От Всего Моего Труда О Вот Здесь Очень Интересно Хотел бы Остановиться Значит В Какой Момент Человек Получает Радость От Своего Труда Есть Известная Такая Поговорка У Владельцев Яхт Так Я Слышал Что Они Говорят Что В Жизни Владельца Яхты Есть Два Радостных Дня Первый День Это Когда Он Купил Второй День Когда Он Ее Продал Почему Потому Что Вспоминая Еще Одну Историю Как Один Владелец Яхты Рассказывал Что Он На Своей Яхте 30 Метровой Приплыл Куда Там Красиво Говорит Закурил Сигару Взял Коньяк И Тут Меня Накрывает Тень И Я Смотрю Меня Накрывает Огромная Яхта Такая Как У Олигархов Такие Там 150 Метров И Говорит Стоят Наверху Вот Какие Девушки Легкого Поведения И Смеются Надо Что У Маленькая Яхта И Он Говорит У Меня Так Я почувствовал Позор Прям Вообще Внутри Царь Салам Он Говорит В момент Когда Я Что-то Хотел И Я Это Получал В этот Момент Я Радовался По Полной Потому Что Этот Момент И Есть Доля От Всех Трудов Понятно Да То Нужно Уметь Радоваться Тому Что Ты Получаешь Потому Что Представляете Самая Парадоксальная Вещь Когда Человек Он О чем То Мечтал Получил И Радости И Потом Он Ставит Себе Опять Новые Цели И Опять Чувствует Себя В Недостатке Что Ему Не Хватает В Недостатке В Стрессе В Обиде В Зависти То Это Очень Неумное Поведение Поэтому Царь Сам Он Говорит Радовалось Сердцем Мое Всем Трудам Моим Потому Что Именно Это Была Доля Вот Вот Эта Радость И Значит Оглянулся Я На Все Мои Дела Которые Делали Мои Руки И На Весь Труд Мой Который Трудился Я И Все Что Я Делал И Все Это Оказалось Эвель Все Это Оказалось Пар И Все Это Оказалось Суета И Огорчение Для Духа Потому Что Нет Никакой Пользы Под Солнцем От Того Что Я Делал Сейчас Он Дальше Это Объяснит Поните Они Тогда Повернулся И Сказал Все Хватит Вот Этих Строительств Еще Бизнес Еще Бизнес Еще Дворец Еще Он Говорит Все Хватит Этого Поните Они Лерот Хохма Тогда Повернулся И Начал Смотреть На Мудрость Опять Что В этом Смысл И На Олилут Олилут Это Безумство И На Глупость Кема Адам Кто Такой Человек Который Придет За Царем И Пытаться Изменить То Что Уже Сделал Он Сделал Царь Значит Что Что Он Имеет Ввиду Здесь Вот Смотрите Человек Который Все Это Строил 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 Потом Он Говорит А Смысл Вижу В радости Которая У меня В голове Получается Что Если Я умею Управлять Своей Головой Если Я умею Радоваться Так Мне Не Нужно Вот Эти Все Внешние Достижения Они Как Бы Мне Не Нужны Это Тогда Получается Пустое То Я Вкладываю Труд Чтобы Построить Что Внешнее Для Того Чтобы Порадоваться Внутри Так Я Лучше Научусь Радоваться Внутри Чем Я Буду Чем Я Буду Такие Сложные Себе Делать Пути Для Того Чтобы Порадоваться Все Равно Это Смысл Это В Радости И Он Тогда Говорит О Значит Я Тогда Посмотрю Как Устроена Мудрость И Как Устроено Безумие Почему Человек Что Такое Безумие Безумие Это Когда Человек Не Может Управлять Своим Мозгом А Мудрость Это Когда Человек Может Управлять Своим Мозгом Он Говорит Вот Говорит Вот Эта Вот Я Могу Строить 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 Война Все Разрушилась Все Кто Сделал Царь Сделал Ты Возмущен Ты Я Бог А Ты Кто И Вот Тут Он Понял Эту Вещь Поэтому Он Говорит Я Лучше Повернусь Внутри Себя Именно Здесь Используется Такое Слово Как Я Повернул Я Вовнутрь Да В Немьючили И Увидел Я Что Есть Преимущество Хохмы Над Глупостью Это Преимущество Как Преимущество Света Над Темнотой Он Говорит Смотрите Это Огромная Разница То Как Мыслят Люди Человек Глупый Он В темноте Он Ну То есть Что ему Сказали То Он Сделал Он Совершенно Не Управляет Собой Своей Жизнью А Мудрец Он У него Все В свете Да У него Все Освещено Он Дальше Продолжает 14 Отрывок Хаха Мудрец Эйнам Барушок Глаза Его На Его Голове То есть Он Он Видит Осознает Он Смотрит Вперед Он Видит Картину В целом То есть У него Глаза На Его Голове Да Так Дословно Перевести Аксиль Дурак Он В темноте Идет И И Говорит Узнал я Так же Что Случай Один Что Глупец Сказал Царь Самон Такую вещь Что Дальше Он Продолжает Что Не мудрецам Хлеб Не Не Сильным Победа В войне И так далее Всем Руководит Случай Но Это Очень Странно Потому Что А где Личная Ответственность А где Мудрость Он Говорит Все равно Бог Управляет Есть Творец Мироздания Есть Целая Система Которая Работает Уже Тысячи Лет Производная Духовных Миров То есть Ты можешь В этой Системе Внутри Пытаться В моменте Как бы Себе Создать Максимально Лучшие Условия Но Ты не Управляешь Системой Результаты Все равно От тебя Не зависят Глобально Мы все Просто Пищим В В огромной В огромной Вселенной В мироздании И Всевышний Управляет Миром Когда попадает Например Тут война Не важно Ты умный Не умный Ничего Тебя не Спасает Есть глобальные Процессы Дальше Он говорит В пятнадцатом Отрывке Следующее И сказал Я в сердце Своем Если То же самое Что с глупцом Так же со мной Случится Зачем мне Тогда эта Мудрость Зачем мне Эта мудрость Тогда Да он говорит Если все То же самое Происходит И он говорит Шагамзе Эвель Это он Говорит Тоже Эвель Тоже Это пара Суета Что пара Суета Он это Сказал На свои же Предположения Вот тут Нужно Очень Понимать Как Мыслит Как Мыслит Еврейская Мудрость Логика Талмуда Ее называют Есть много Шуток Шуток На эту тему Когда Один Такой Человек Который Закончил Много Университетов Пришел К Равину Говорит Я хочу Учить Талмуд Тот Ему Говорит Вы знаете Все что Вы учили Философия Логика Это другое У нас Другое Совсем Другое Тот Говорит Ну послушайте У меня Все дипломы Мира Кандидатская Докторская Я Все С Талмудом Не разберусь Значит Задайте мне Вопрос Протестируйте Тот Говорит Хорошо Двое Значит Вылезли Из Дымохода У одного Лицо Чистого Другого Грязного Кто Пойдет Мыться Тот Говорит Ну понятно Кто пойдет У кого лицо Грязное Он говорит Нет Скорее всего Пойдет мыться Тот У кого лицо Чисто Тот Говорит Почему Говорит Ну это же очень просто Тот У кого лицо Грязное Посмотрит На того У кого лицо Чисто И подумает Что у него Тоже лицо Чисто Тот У кого лицо Чисто Посмотрит На того У кого лицо Грязное Подумает У меня тоже Лицо Грязное И пойдет Мыться Тот Говорит Да Это я как-то Не учел Такой логический Разворот Давайте еще Один тест Тот Говорит Давай Значит Двое упали Вылезли Из дымохода Одного Лицо Грязное У другого Лицо Чисто Кто пойдет Мыться Там было Еще несколько Вариантов Совершенно Неожиданно Кто пойдет Мыться В итоге Этот раввин Ему говорит Вы знаете Вы вообще Не можете Томуд учить Тот Говорит Почему Потому что У вас Реально С логикой Проблема Говорит Как Как могут Двое Вылезти Из дымохода Одного Лицо Черное Другого Чистое Если Не двое Дымохода Значит У обоих Должно быть Лицо Грязное Или у обоих Лицо Чистое В общем Здесь Когда царь Соломон Говорит Например Подумал я В сердце То же самое Что с глупцом Случится И с мудрецом Зачем тогда Мне мудрость И сказал я В сердце Что так же Это суета Что суета Вопрос Это суета Он говорит Конечно Это глупый вопрос Конечно же Есть разница И в следующем Отрывке Он отвечает Кензи Короли Хакам И Максиль Память Для мудреца И для дурака Она Она разная И когда придут Когда пройдет время Да И все забудется То что было В материальном мире И как же Вы думаете Что умрет мудрец Вместе с дураком Тот кто всю жизнь грешил Занимался глупостью Не учил Тору Вы что думаете Оно так вот Будет одинаково Конечно Говорит нет То есть Это нужно понимать Где здесь Вопросительный знак Где ответ Значит В эсэнете Это совершенно Он говорит Как же так Очень его это расстроило Когда он это все понял И осознал В эсэнете Есть два мнения Есть два мнения Есть мнения Представители 12 колен Теперь ты царь Поэтому Отличные вещи Значит 19 отрывок И кто знает Он будет Он будет ха-ха Он будет ха-ха И лежан Будет глупец И грешник И он будет Властвовать Над всем Моим трудом Который Я трудился И над всей Моей мудрости Которую я в это Вкладывал Под солнцем И это говорит Вот это говорит Света свет Это вообще обидно Ну то есть Получается Вообще В пустую Работа Как люди Например Например Люди Там строят Я сейчас не помню Современного мира Такие истории Что происходит С детьми Ну наверняка Есть Такие истории Когда родители Строили Создавали А дети В первом же поколении Все это потеряли И И все ушло В никуда Хорошо Значит 20 отрывок Вы собаки Ани Леяеш Этлиби И он говорит В этот момент Когда я это понял Я отчаялся немного Почувствовал отчаяние В сердце За весь труд Который я трудился Под солнцем В этой главе Больше всего Употребляется Слово под солнцем В материальном мире Имеется ввиду Под солнцем Это именно Такой как бы Оборот метафора Что все Что я делал под солнцем Это пустота Потому что Он говорит Есть человек Что трудился он Бэхахма Трудился он С мудростью Убэдат И с познанием Убэтишарон И с большим талантом Он трудился Вкладывал И человеку Который не трудился Он все это отдаст И он говорит Это очень Говорит Счета и суета И большое Говорит Зло это Да Это большое зло Значит Что остается Человеку Говорит От всего его труда Убэрайон Либо И его Сердечный Район Либо Это куда он Устремлял Своё сердце Что он Трудился Всю свою жизнь Под солнцем Что ему остается Как бы здесь Вопросительный знак Все дни его Были маковим Все дни он Работал С болью Да Переводится Вот отсюда Как раз идет Все дни его Были боль Это Как в Америке Говорят Нету боли Нету прибыли Все дни его Были боль В ЭКС и Няно И он раздражался Гневался Знаете Как в бизнесе Все время Какие-то непорядки Что-то не так Не здесь И он Все время Гневался И ночами Он не спал Потому что В сердце Ему все время Было там А как А что Получится Не получится Он говорит Это же все Говорит Эвель Все это суета И тщета И дальше он дает Уже концовка Этой главы Нам осталось Три отрывочка И говорит он так Эн тофбе адам Он говорит Нету другого добра Для человека А только кушать Пить И Чтобы Его душа Его личная душа Видела Добро В его труде То есть Трудиться надо Надо так Чтоб ты каждый день Радовался Результатом Своего труда Чтоб тебя радовал Процесс Чтоб ты кайфовал От того Что ты Пришел вечером Домой И ты кайфуешь Что я сегодня Классно Я занимался Любимым делом Мне нравится То что я делал Вот это нужно Трудиться Не ради результатов А ради Процесса Гамзера И это Видел я Что это От всесильного То есть Вот Когда Человеку Везет Он занимается Любимым делом И он трудится И каждый день Получает Плоды своего труда И он Вечером Может сесть Делать там Жареную картошечку С лучком Салатик какой-нибудь Значит И сесть С семьей С женой С детьми И порадоваться Тому Что как хорошо Что он пришел Домой Вот он говорит Это В этом смысл Нет никакого смысла Гоняться За какими-то там Иллюзиями Он говорит Кто будет кушать И кто будет Это чувствовать Наслаждаться Кроме меня Он говорит То есть Смысл Во всех этих Насаждениях На накоплениях И так далее Он говорит Ты Есть ты Который живет Сейчас Никто не знает Что будет завтра Все в руках Всесильного Поэтому так надо Строить жизнь Чтобы ты Наслаждался Каждым днем Кушал Пил И радовался Каждому дню Своей жизни И своему труду Кили Адам И он завершает Это вторая глава Завершается так Кили Адам Шитов Лефанав Потому что Человеку Который Хороший Добрый Перед Богом Натан Хохма Дал он Мудрость Вот то что мы Сейчас получаем Это как раз Про нас Что человеку Который Хорош Перед Богом Дал он Мудрость Ведаат И дал он Познание Весимха И дал ему Радость То есть Все в твоих руках Вот оно Пожалуйста Вторая глава Последний отрывок Двадцать шестой Человеку Который Хорош в глазах Бога Дал он Хохму Мудрость Божественную Познание И радость Вэляхотэ Огрешнику Натан Иньян Дал он Такой Иньян Дал он Такое Дело Лисов Собирать Вэликнос И Собирать Чтобы потом Латэт Литов Лифней Айлатим Чтобы потом Дать Хорошему Который Перед Богом И он Говорит Игам Зэ Эвэль Вэру Труах И даже Это Говорит Все равно Это Эвэль Все это Суета И расстройство Для духа Не в материальном Мире Смысл жизни Человека Смысл жизни Человека Не в материальном Мире Насыщение Настоящее И настоящая Радость Это так Он закончил Вторую главу Мы с вами Уже Две главы прошли Слава Богу Спасибо вам Что вы Комментируете Значит Перевод Очень Есть интересные Там вопросы Заметки И так далее И Значит Желаю всем Чтобы был Прекрасный Хороший день Чтобы в конце дня Мы все Могли порадоваться Результатом Своего труда Сегодняшнего Покушать Попить И знать Что все это От Бога Поблагодарить Всевышнего За то что есть И Радоваться Каждому Дню своей жизни Это Всевышнего Если удается Значит Знайте Что все у вас Хорошо На небе Всевышний вам дает Радоваться Сегодняшнему дню Все Удачи Успехов До завтра Спасибо Что делитесь уроками Спасибо Что поддерживаете Воикру Что покупаете Книгу Мишлей Очень важно Мы сейчас хотим Закончить Уже первый тираж Продажу И сделать уже Второй тираж Вместе с Экклезиастом Чтобы были Две книги Одинаковые Как бы Красивые Чтобы на полку Их поставить И Чтобы Дарить подарок Чтобы люди знали Вообще Зачем жить Все До завтра Счастливо